Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это начало моего ФФА-сериала в Сидмейерс Цивилизейшн 6 за Грузию. Мы будем играть на карте Фрактал на 8 человек, без всяких запретов, в дополнении Rise and Fall. Меня просили сыграть за Грузию, вот вам пример подобной игры. Партия получилась длинной, поэтому будет разбита на серии, но напоминаю, что в комментариях лучше воздерживаться от бессодержательных спойлеров, а также, конечно, не оскорбляйте участников партии. Всем приятного просмотра! Так, напоминаю, что карта Фрактал, то есть тут будет очень необычной линии, и таймер на 240 секунд установлен. Так что вначале желательно всё-таки побыстрее ходить, не ждать 240 секунд, 24 минуты. Так, давайте смотреть. Конечно, приходится на... Тут ставить... Я бы, может быть, отошёл, если бы где-нибудь река была. А так, единственный... Вариант для... Пресной воды, получается. Угу. Ну, заценим здешний Фрактал. Так, и сейчас я буду делать минимум разведки. Вообще, прям минимум. То есть я хочу в тёмный век сразу свалиться. Поэтому начнём с прачников. Ну, и вырасти надо хотя бы до трёх жителей. Так, животноводство, каменную кладку и горное дело. Значит, давайте мы сначала... Ну, без разницы, если бы, ну, наверное... Хотя... Фигурное дело. Уже вот нам вот так... Сделаем всё. Поехали. Тишина такая на первых уровнях. Да. Мы тебя слышим. Это я тоже про оверлей. Я вроде включил его, но он не работает. Лёш. Потому что там в настройках ещё тупо надо... Там есть настройка оверлей, а потом ещё настройка игры. И ты в играх должен разрешить в этой конкретной игре, чтобы оверлей работал. В самой игре внутри целых? Нет. В настройках дискорда есть ещё вкладка игра. Ну, там, да, напротив игры нужно включить, да, это я отключил. Но оно всё равно не работает. Ну, не знаю. Тогда не знаю. Некоторые рассказывали, что там аппарат на ускорении надо отключать. Или включать. Я уже не помню. Я просто включил оверлей, просто включил разрешение в игре, и у меня всё видно. Занимался. Да я поставил, а почему? Ну, вот сейчас поставили, да. Вот, наверное, не тормозит. Почему-то я сейчас тоже проверил, у меня всё, отчата всё по стороне, и со мной не вижу кого. Как варианты тут где-то на реке. Ну, сейчас я вот так вот немножко кружком обойду. Смена-плотничком три города вокруг Тбилиси. Очень быстро поставить, чтобы в тёмном веке взять карточку на... на еду и производство от караванов. Но при этом поселенцы... Вы, кстати, не обратили внимание, Прома, со сменением скорости игры не меняется вообще количество очков, которые необходимы для вступления в Золотой век или в обычный. Не знаю, я на других скоростях не играл просто. Без интереса запускал. Не, ну смотри, количество событий тоже не сильно меняется, которые делают очки. Исследование разве что-то чуть более ранее. Так, 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 тут всё правильно работает. Кстати, мы играем рандомными нациями, мы даже не знаем, кому какая нация выпала. И, по идее, мы это посмотреть никак не можем в отличии от пятой целы. Я, видимо, ещё письменность не забрал, поэтому вас не слышу. Да, скорее всего. То есть все только знают, что я играю за Грузию, потому что я попросил взять сразу нацию из дополнения, за которую я ещё не показывал вам игру. А вот все остальные какой-то... То есть тут может быть и Нубия, и Македония, это все такие нации, которые банят обычный. Так что... А что я взял, кстати, в руинке, я даже не посмотрел. Когда вы найдёте себя в холле, прекратите. Так, наверное, открыли. Ну что, наверное, можно сразу уже и строителя делать. Потом ещё одного прачника, наверное. Откуда, интересно, этот скаут бежит. Ну, тут хорошие места для города, как минимум. Для двух городов. То есть раз, два, раз, два, три. Например, вот тут. А пока предварительно тут не самое хорошее место, на самом деле. Ну, предварительно. Ну, ты нас слышишь? Смена не слышу. Смена не слышу. Провод в научиках подёргай. Не, ну, я думаю, что он звуки... Если он звуки игры слышит, а нас не слышит, то не в проводах дело. Можем быть. Можно ещё настройки в НДТ. Да, только вот он плохо мне сейчас будет мешать тут где-нибудь город вставить. Не очень хорошо. Так, давайте тогда вот сюда. Вот тут с одной стороны неплохой город, а с другой нет ресурсов роскоши. Тогда вот этот удалим. Где-нибудь вот сюда. Предварительно, или даже сюда. Ну, надо посмотреть, что там за территория. Ну, вот производство. О, ещё и континент новый обнаружил. Видите, мало жилья. У меня уже сразу, то есть, медленно растёт город из-за этого. Рунинка. Так, вот тут ещё места. То есть, вот так вот вокруг столицы поставить, если будут места хорошие для городов, то вполне нормально будет. Тут тундра, к сожалению, внизу. Это не искусство, но... Так, подождите. Вдруг я тут Веру возьму, мне не надо будет Кантион брать. Нет, юнит разведчиков. Что-то уже, кстати, неплохо. Какой размер карты? Вверх. Вверх. Что на карте? Какой размер карты? Ну, на восьмерых. Какие-то стандартные вроде? Да, стандартные. Так, давайте сюда, пойдём, мне кажется. Так, гэшек сколько, кто помнит? Двенадцать. Хочу поставить, что тут. Прачникам поставить, что тут. И вот, можно будет расставлять города. Ну, тут, конечно, тоже неплохое место. Вот тут, например, на... Ну, блин, опять же, нету ресурс... У меня пока один ресурс роскоши. Ну, вот ещё киты, правда. То есть, пока я один только ресурс роскоши вижу. И надо, естественно, ставить... Так, давайте, пять против варвара. Я вот не знаю, нужен мне пантеон или нет. Ну, что тут, пантеон? Я ещё никого не нашёл. Ладно, давайте я возьму пантеон. Ну, попробую во всяком случае. У нас три варвара. У нас три варвара. У пантеон всё-таки всю игру может работать. Фантом, тебя тиховато слышно? Я тебя уже на максимум поставил всё равно. Я фондер пикс. Ты сам. Сейчас я прибавлю. Так, теперь уже интересней становится. Вот тут можно город ставить, тут и вино будет, и видите сколько... Тут темпло майор можно продаузер. Такое не особо большое для этого чуда. Ну, в принципе, в принципе... Да, тут ещё тем более доступ к пресной воде максимум. То есть, вот это место неплохое. Я бы даже в первую очередь сюда ставил город. Хотя, блин, посмотрим. Надо исследовать всё вокруг. Так, лучше. А, я обработку. Да. Очень важно, да. Обработку бронзы. Это я взял из руинки, значит. Окей. Продолжим. Откроем её. Потому что железо важно знать. Вид тропичный, про дмеотропических лесов мало тут. Хотя здесь вот можно вырубать. Так, ну что. Давайте сначала... Ферма. Потому что она даёт жильё. Ну, 0,5 жилье всего. У тебя даже, видите, всё равно не прибавилось. Особо. Да. Тут тундра внизу. Не очень, не очень. Ну что, пошли поселенцев фигачить. С этим делом нельзя тормозить. Надо быстро три города ставить. Я считаю, на данный момент в игре важно быстро три города поставить. Ну вот, варвар прямо под моего прачника встал. Тут где-то должны быть варвары, по идее. Но я сейчас хочу вот исследовать. Тоже неплохие места. Думаю, можно даже сначала сюда ставить. Угу. Ну, ты видите, я только на трёх жителях могу этих поселенцев делать. Потому что больше у меня просто город не растёт, нехватка жилья. Потому что у меня амбар лучше. Сначала обработку бронзы я открою, а потом уже амбар. Если ты оклон трогать не будешь, то у меня к тебе никаких претензий нет. Блин, вот. Конечно, всё равно я хорошо встретил гранату, но здесь это очень не в тему. Мне надо... Надеюсь, она вину не выкупит. Для того, как я поставлю город. Угу. 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 Ну ладно, уху сойти. Экзорцист меня слышал? Угу. Эм... Еще раз постои, пожалуйста. Я говорю, если ты оклон трогать не будешь, то меня к тебе претензий тоже не будет. Угу. с что он получил отлично что это я не еще не у него сахар но у меня сайта так давайте тут отметим хорошее место ученого кажется сюда поставить чтобы вину забрать то есть это уже по остаточному принципу мне кажется не здесь надо будет ставить а все таки здесь я думаю тут тоже какие то сейчас ресурсы найдутся не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии console war.ru игра в публичном бета тесте но там уже куча всего интересного если заглянете и решите зарегистрироваться то не забудьте ввести словосочетание лёша рептилоид получите лично от меня приятные бонусы для старта console war.ru да ну здесь вот это неплохое тут правда левые тундры будут но я у меня есть одно чудо для тундры это этот храм василия блаженного он считайте петро для тундры то есть он вполне этот город сделает крутым меня единственное беспокоит чтобы я успел сюда город поставить и выкупить вино если это успею сделать тогда этот город тоже будет хорошим тут и камень бы стоило потом выкупить так куда я тут вижу вот вверх побежал а 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 и то что нет так не а как бы нет что чтобы не а лимит Ну вот это... Сначала сюда я ставлю города, а потом, наверное, сюда. Здарова! Алексей, привет! Интересный фрактал, однако. Написали где-то Мараб, но, в принципе, он, наверное, мой единственный сосед тут будет. Ну, он пока не может никуда ничего сообщить, пускай он, конечно, бегает. Он меня не беспокоит. Ну, в плане еды... Это и очень неплохой город. Но вот ресурсов нету. Это меня смущает. Но все равно, сначала я тут ставлю город, а потом тут, вот этот поселенец. И сюда уже последний пойдет. С варварами пока особо проблем нету. Поэтому... Можно ставить города. Так, сюда встану, чтобы больше некие юниты не заняли это место. Блин, еще одно. Но он не должен, по идее, убить. Смотрим, будет прокачка, но там эти... Угу, янтарь. Ну, вот тут надо. То есть, тут у него будут киты третьим радиусом. Может быть, третьим радиусом янтарь, но он, конечно, далековато. Ну, тем более, янтарь, второй. Хотя... Ну, примерно я понял, где у меня города будут стоять. Первые четыре. А дальше уже будем думать. Это твоя столица там, где я дуболом? Где мой дуболом? Где мой дуболом? Где мой дуболом? Твоя столица? Так... Твоего дуболома не вижу. Я еще еще в море. Нет, не вижу. Где matin? Лев. Или... Ты? Эперит. Где наделать? Какие-то были первые три пища-тэки. clues-то, по-ау erme и�a коем-во. Тей. По цене pumpkin дуболома не будет. Все, дуное. Так, слава богу, вино выкоплено. Сейчас вижу, собственно. Сейчас вижу, да. Здорово. Задать, наверное, этот холм надо. Как насчет мира экзорцист? Это кто говорит? Это говорит перс. Я не против. Но смотри, я не хочу, чтобы ты вниз за горы переходил. Там вот видишь, что у тебя горы и защита в одну клетку. То есть мне к тебе, например, послушать и вообще не пройти. Или если там места нет селиться? Ну я думал на гипсе вон там встать. А потом уже в другую сторону. Хорошо. Да, печально, печально. У меня такое ощущение, что я на изолированном континенте. То же самое. Не, это фрактал тут. Я на кинуть проходы в одну клеточку будут такие, знаете, в неожиданном месте. Тут как раз проход в одну клеточку я вижу. У меня тут кругом в одну две клеточки. Ну это я пока поставил на такой рост. Какому-то корея попал. Тут надо с раннюю империю дальше. Ну собственно давайте я поставлю на раннюю империю. Я думаю, я вижу как бы. Ты лучше не рассказывай остальным, у кого что. Интереснее будет встретить. Особенно мне интересно встретить зубусом. Да, конечно же, влево отчет. Ты считаешь, что я не могу в прошедший город поставить? Интереснее просто интересно. Вот при этом нет. Привет, Бразилия. Вот, блин. Можем вас выбрать. Не посмотреть, что там сверху. Так, ну вы ставили у меня будет. Расти по максимуму. Уже даже вот эту клетку. Купить, чтобы на производство было. Я знаю, наверное, куплю. И как далеко ты от этой речки, Америка? Смотри, рапочки поставить здесь город. Я тебе поставил метку и будет нормально? Ну, я не знаю. Бразилиец, я тебя к себе просто не пущу. Чего говори? И тут проход в одну клетку, и я тебя туда не пущу. Ну, сейчас еще Бразилия и всякую, понимаю. Бразилия и Корея, видимо. Сейчас мы говорили, что Корея. Ну, знаешь ли, американцы не любят чужиков на своих землях. Ты слышал меня, раб? Да, слышу. Чего? Я думаю, что страна, думаю, возможно, захватит. А можно поставить какую-то территорию? Да, давай, без проблем. Мы же американцы. Бразилии же тоже на Америке. Так. Продолжаем идти на свое место. Варвар. Не очень в тему. Еще дальше отойду, пожалуй. Тут, наверное, встану в защиту. Буду отбиваться. Руинка. Так. Руинка. Руинка растет. Тбилиси последнего посела делает. В общем, нам до 30-го хода, до перехода в темные века надо успеть 3 города поставить. А дальше надо идти, собственно, в деньги и коммерческие районы ставить, чтобы караваны были. Интересно. А что такое? Пантеончик. Ну, он не самый лучший, но... Почему не самый лучший? Очень неплохой пантеончик. Ну, если у тебя много есть у нас ресурсов, то лучше брать на удаление ресурсов. Для веры. Более круто. Так. Ну, мне нужен будет еще караван. Ну, наверное... Так, собственно, ровно берем и скоро ускорим и получим магнуса. Тогда можно будет караван делать уже. Дальше трудовую повинность пойдем открывать. Мне бы ускорить трудовую повинность как-нибудь. 10 ходов. На всякий случай пойду дуболомом по силу помогать. Ага, вот я и получил пантеон. Так. 4, 5. Со следующим ходом ускорится Ранняя Империя. Торговец, амбар, монумент. Торговец, амбар, монумент. Убираем. Ну, это на будущее будет стоять вот эта метка, что тут можно, в принципе, пятый город поставить. Он вполне неплохо будет. Больше так... Кучненько получается. Еще шестой гейминг тут. Можно тут, блин, тундра. Мне не очень нравится. Тот же Буэнос-Айрес захватить, например. Так ты имеешь в виду вот этот пустынный проход, где у тебя дуболом стоит, Америк. Да, это он. Ну, ладно. Светиончик, что у нас тут осталось. Вера за клетки тундры от священного места. Производство в болотах. Пища от лагеря. Вера от родников на редких и бонусных ресурсах. Дополнительная вера. Вот сбор ресурсов и удаление элементов ландшафта приносят веру. Вот эту давайте возьмем раз. Говорят, что хорошее. Да, возьмем. Так, ранняя империя ускорилась. Еще есть три хода. Надо будет поменять. Три, два, один. Так, от копья я, пожалуй, уйду. Ну, нафиг. Ну, добьем. Прокачаемся за одну. Скажи, бразилец, ты видишь границы Балтимора? Чего-чего, Щехас? Ну, ты видишь скаутом границы города моего? Вижу. Блин, тут пять пищи сразу. Фига себе. Куплю эту клеточку. Пять пищи вообще. А бог кузницы мы берем, можно брать? Ничего не запрещено, все можно брать. Так, письменность открыта. Давайте потихоньку начнем деньги отдавать, но ускорим потом первым караваном. Слабенько бьет. Здорово. Ну, как раз под защитой пройдем, а этот пускай стоит лечиться. То есть, видите, по минимуму в начале исследований, чтобы не получить очков эпохи и чтобы случайно в нормальный век не выйти. Так, этот вырос до трех. Давайте дальше. Быстро. Три хода. А, итак, три хода. Ну, тогда давайте с производством, потому что тут максимум до четырех надо расти. Так, здесь два девять. Ну, конечно, рабочих прикупить, причем в данном случае мне даже не бону, не редкие ресурсы надо обрабатывать, а вот эти фермы строить что-нибудь. Возвращаясь в прошлом, с изменяющими эмпирами, которые выросли и украли. Плюс производство. Пока я рабочих же не строю. Магнуса в первую очередь, потому что он на развитие в начале от караванов очень неплохо. Я не толку бы раздел. Вот фейл. Да ладно. Так, где он на анбар? Это важный караван. Я вначале походил не туда, поселком. А у меня тут одни леса. В итоге два хода потерял. Леса ты шикарно берешь. Берешь Магнуса и врубаешь. Так, трудовую повинность. Пока начнем. Ну ладно, берешь логистику. Да не знаю, что жалко. Только две ГГшки меньше. Надо третью, конечно, искать и политическую философию ускорять. А в античности надо заняться серьезным исследованием всего и вся. Вот, варвары. Варваров граната бьет здорово. Блин, ну сейчас Вера нафиг нужна. Так, один ход. Вырос. Три хода. Два хода. Схоми быстро до четырех отрастем. Рустави уже следующим ходом будет на четыре. Можно будет на производство переключать. Ну хотя тут производство тоже немного. Прямо скажем, надо бы вообще вот эти камни захватить. Тридцать монет стоит. Сорок пять. Вот эту клетку надо будет выкупить. Не понимаю, что сорок пять, но надо. Просто надо. Потому что это производство. Тогда можно и гранату не захватывать на самом деле. Потому что это уже будет такой мусорный город. Все остальные клетки, которые мне нужны, будут в Руставе. Да, надо будет переключить, конечно, на строительство рабочих. И тут рабочих подделать. Так, до темного века у нас пять ходов. По идее должен я успеть город поставить. Членой варвар бежит. Все, здесь до максимума. Так, кто это там оракулы строит? Я думаю, тот, кто взял искру божью, оракул, вот это вот с великих людей клепать будет. Да, я прав. Будем, будем. Деньги Here During Сирьеру так, надеюсь, это не корей. А то у нее быстрый финиш будет. Продолжение следует... ... ... ... ... он научный религиозный вот это это клетка конечно с питью еды офигительно ой так надо как-то поменьше ходить теперь то я так могу в нормальный век выйти сколько ходов 3 хода остался вам даже и руинку не буду брать связи с этим потому что руинка дает плюс одно очко нафиг надо кто позитивный вид увидим я построил оракул и не упал его еще два хода целых так вы знаете я пожалуй хотя откуда мне лучше караван запустить она запускать потому что деньги надо ускорять и строить уже коммерческие районы просто думаю из какого города лучше наверно из суху из сухуми пускай бьется обниму скаут будут прокачиваться заодно так торговец готов прачника один ход построим или перетели лучше рабочего лучше рабочего здесь амбар тоже нужен хотя нам довольство не хватит здесь расти пока довольство не хватает поэтому строителей надо обработать вино у меня еще орошение не открыто после денег пошли в орошение чтобы орошение ускорить нам надо вот здесь ферму так в следующем ходу надо эту клетку купить иначе ну и вообще тогда будет здорово для расставе сухуми тоже неплохой города считая там варвары уничтожает это историчненько все все правильно а потом китай ассимилирует варваров и станет еще сильнее китай не войны с этим групп в общем пока это 11 но во первых мы запустим ману что прокачаем трудовой повинностью а во вторых мы запустим возьмем бразилица ты свою часть тоже уже запят черную карточку великих веков так и дальше не пройдешь нет там сверху есть три клеточки но я не рассчитываю на них особо монумент совершен один а у самого у тебя есть проходит куда ты еще ну давай там строителей нет только в твою сторону ну еще пролив на север кажется там корея что надо будет так и здесь вопрос тоже ну иди но будем стоп чего будем дружить будем ну да согласен это не популярно даже сейчас караванчики пустим союз заключен культурный главное правило вы не ищите соседа ну мы тут слишком неудобные соседи для выноса а кто а кто сосед инвиктуса хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе меняем а ну я пока не могу вот из изолизма я хочу поставить но я пока не могу просто потому что у меня не открыты это правительство поэтому пока продолжаем возьмем плюс 30 производства строителей так и в тбилиси центр коммерции где да везде фигня получается а блин я тут клетку не купил уже 50 оно надо купить здесь в своем случае так обработаем железо прокачаем магнуса здесь возьмем руку ускорение орошения как раз то что надо араб тоже в темную в темные века ну кто там в темные века упал в год гадать здесь что он зато визошли ребята я расходнулся с этим законом джекутный успех золотой подняться на эти можно подняться на самом деле но он не лучшим все он 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 это в сервере я вообще не пойду что ты говоришь каждое вызванное озарение вдохновение это ходит вот в районы районов делать рабовой здесь у меня что то пинк предпринимаетесь историкой коммерции блин ну вот эту клетку надо конечно эти что давайте еще одного строителя пока построим что американцы есть чем поторговать увы пока нет араб нации какие нибудь города государства кроме буэнос-айреса находил да не рассказывай нашу тайну араб не рассказывай ну у меня от всех есть тайна тут со всех сторон одни тайны так араб железо ускорили если у тебя бразилиц есть чем поторговать хочешь с следующим ходом прибавится раз надо вырубить леса вот здесь магнус получит большую прибавку к этому ну здесь вот леса вырубаю это будет место для коммерческого района у нас буква раба городов уже у него пока три он видите в мою сторону сюда поставил то есть он где-то тут у нас но слава богу он мой единственный сосед и в принципе мне надо вот сюда в Тылави ха Тылави из из Мимино знаменитый помните там Мимино звонил в Тылави я попал в Тель-Авив я тебе там еще предложение отправил инвикуса в каком ты городе живешь в 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 где чувак звонил в тель-авив звонил в талави заказывал звонок в талави а его типа отправили в тель-авив нет не надумал думаешь пиши у вас там жарко видишь плюс 20 знаю как я после минус 30 выдержать the man who has great enough to bring about the forestation плантации можно видать у тебя там чудо оказывается вопрос это не корей может чисто такие же цвета блин еще тут сваливаем отсюда так я покажу сюда поздравил эти денег нету у вас ты дал вход на север то пожалуйста больше нигде не будет она придется сюда ставить как бы натернут ничего не стояли и вообще нету бонуса одержки сосед а живой листик за 35 видишь 5 там чудо я бы подождал честно говоря ради этого стоило потому что ну как раз бесполезная клетка зато даст плюс 2 так что нам дальше надо луков пока не хочу открывать колесо с нами есть россия с нами бог и россия прибавляется по очку писатель артисты музыканты падение не он ли взял пантеончик там наверное больше было бы с пантеону но вы считали не очень хотя походу он потому что очки пророков ну а так как и веков за россию играет он же оракул построен то есть сочками великих людей у него будет все окей сейчас будем сотрить как он там великих людей будет из сковородки печь строчит печки коммерческий район достраивается да ладно так что скажи мне бразилийца у тебя там дышки еще есть нет это единственное что я нашла и варвару варвару у меня если пользусь серьезно с чусь за меня взялись и больше я тоже ничего не нашли видишь у меня тот джунгли я тут ходов десять из них выбирался да даже больше блин политическую философию не ускорить даже вот вот это как раз проблема политички так ну даже не знаю перс давай вынесем на ноги на античную республику сразу возьмем так вот оно изоляционизм что перс давай лаги 2 1 сверху и плюс 2 золота от торговых путей так пока скиллоток кунга я могу из себя вынести не хочешь не помню говорит хочет хочет тебя вынести зачем ты съешь разбор я как услышал так и передаю на славу сатану сломанный телефон так все еще продолжаем блин хотя тут эти фарвары настроить все таки так здесь центр этом все игровой опыт как бразилий смысл поменялись обменялись странно пропало мне написано фантом принимает условия договора еще как тебе местность по одному ходу ну у меня лишь один юнит и он не скаут я тут достигал весь боюсь этому прачнику гамовер настанет чеки планы на когда есть ну вот смотрите уже 5 4 новых сторонах караванчик забери шеек я точно не суммусь пока точно у тебя там место есть да и соскал атакует замечательно ничего еще ну ты у себя можешь селиться свободно это чей бух да и полечимся вот тут кэши варвары могут перейти ну давай мы ждем заберем лагерь подвинься на железный быстрее будет лагерь вдвоем ну либо ты говоришь что если ты сейчас к меня за башки дам и я отхожу не понял еще раз ну смотри ты можешь откатить если ты сейчас к меня дойдешь никому еще как что то сделай я отхожу ты только скажи что ты половину не слышал ага робовой с у него так рынок тут достраивается будет караван здесь нужны деньги чтобы эту клетку купить сколько 30 а так я уже могу купить и сейчас я здесь следующим ходом начну тоже коммерческий район строить ну смотри здесь нужно сейчас можешь не преградить сказать что и тут поставить коммерческий воде все загляните на console war точка ру а на этом пока все продолжение надеюсь появится завтра спасибо что застряли до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царили до конца видим оно вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры